В детском саду номер 42 в станице Анапской строят сразу два новых корпуса из быстровозводимых конструкций. Строители обещают завершить работу до конца декабря. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова, курирующая вопросы социальной политики на строящихся объектах, бывает регулярно. Требования городских властей неизменны. Соблюдение сроков и качества. График работ, он выполняется? Почему мы не выходим еще на подключение? Когда вы собираетесь исполнить эти работы? Вы на акцион выходите? Нет, мы с ним по прямым договорам. А, вы с ним по прямым договорам. То есть там все будет нормально, да? Да, да. Ага, ладно, хорошо. Вы должны обязательно очень четко следить за вот этим планом, графиком, за графиком выполнения работы. Вот это ваша святая обязанность сегодня. Я это вот как бы отслеживаю. Нужно, да. Потому что, смотрите, если они начинают злостно нарушать, ну я думаю, что этого не будет, да, я уверена, что этого не будет с данным подрядчиком. Но просто говорю о том, что и ставлю вас в известность о том, что если только они начинают опаздывать, вы имеете право писать предписание. Вообще вы обязаны писать предписание им с выставлением штрафных санкций и так далее. То есть вот это вы должны будете делать это обязательно. Каждый строящийся корпус рассчитан на 40 человек. В зданиях будет все предусмотрено для комфорта, безопасности и развития детей. Игровые спальни, раздаточный санузел и веранда. Общая смета без малого 20 миллионов рублей. Деньги на условиях софинансирования федеральные и муниципальные. Она поучаствует в программе, предусматривающей сокращение очередей в детские садики. Такой же корпус в этом году построят и в Субсехском детском саду номер 32. В дополнение к этому в обоих детсадах на будущий год запланировано капитальное строительство новых корпусов по единому проекту. Напротив детской стройки «Школьная» в Анапской в школе номер 12 идет ремонт спортивного зала впервые за 30 лет. Людмила Мурашова, осматривая стройку, подчеркнула, строительный процесс должен быть на постоянном контроле школьного руководства. Спортзал должен быть готов к концу декабря.